Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами я ведущий Владислав Майструйк, моим собеседником сейчас будет Сергей Таран, политический обозреватель или аналитик. Я к вам взручно. Даже не знаю. В последние дни в так называемой зоне АТО, потому что так называемая, да, ее в принципе антитеррористическая операция во время войны звучит странно, но тем не менее. Поступают тревожные сигналы. Обстрелы, раненые, причем обвинения идут с обеих сторон, да, то есть сепаратисты говорят, что мы стреляем. В принципе, есть даже некое подтверждение тому, что есть какие-то даже территориальные, да, конкисты. Ну, то есть часть там города близ с Горловкой мы таки заняли. То есть значит тоже что-то там происходит. С другой стороны, наши говорят, что те стреляют. Провокационно. Ну вот давайте послушаем, что говорят об обстановке на фронте бойцы батальона ОУН. Вот интервью у них взяли коллеги из Радио Свобода. Пожалуйста. Не пропускаем, не херем там им здесь делать. Вообще на самом деле ситуация довольно-таки интересная. Стрелять нельзя. Они стреляют, скажем так, просто алоэмом от них. Прильотую. Стоим на своей земле, да, и нельзя. Её, грубо говоря, защищать. Я просто наблюдал. Стрелять нельзя. Вон я. Я еще и над виновным вечером. В день Фапана. Они там празднували цілю ніч. Пьяные крики, они там еще за РПГ вверх убили. Дорога кинок. Стреляют вечером. Десь начинали в 10-й, в 12-й. Користуючись за тишем и отсутностью активности ворожих сил, мы приводим свои позиции в полную боевую готовность. Обладною моих долотковыми фортификаційными спорудами захисту, такими, наприклад, як колючий дрит. Зараз у нас стоїть проблема, а це поле, яке поросло. Через це зілля може легко зайти група ДРГ в Кікіморах, який не бере тепловізор. Ми маємо бути готові ризикувати своїм життям заради здоров'я іншого. Я не помилюся. Держи, проводимо електрику, даби не залишатися без света, без зарядних красок, і щищених автоматів. Все укріплено. Картинки, видите, хто-то вже розвесив. Десь шкаф притянув. О, вторая буржуйка. Буржуйка, маздровочка. Картіни висять возле вытяжки. Замше фонарик будем вешати. Вот такая обстановка сосов бойцов батальона ООН на фронте. Вы тоже сегодня написали пост в фейсбуке. Расскажите зрителям, о чем он. Потому что как раз он касается именно развития, как развивается обстановка на фронте. Вы видите, Россия не получила то, что она хотела. Потому что Россия очень надеялась, что Украина будет выполнять Минские угоды за российским сценарием. Это означало бы, что Украина должна провести выборы на окупованных территориях. Что Украина должна дать какую-то амнистию бойовикам. И как у нас очень много паникеров говорили, что буквально завтра мы уже мачили Моторолу или еще кого-то в городе Киеве. Или буквально в Украинском парламенте. Такий був російський сценарий. Но, конечно, все это украинская сторона мала делать, не чекаючи того, пока Россия начнет выполнять свою частину Минских угод, которая предбачала выведение войск, после чего мы могли бы получить контроль над кордоном. И после чего, возможно, у нас могли бы быть выборами. И, конечно, Россия, не отримавши того, что хотела, опиняется перед ситуацией, когда она отримает санкции. И далее она отримает продолжение санкций, хотя в России очень надеялась, что, начиная с нового года, санкцийный тиск на Россию уменьшится. И вот Россия понимает, что Украина не грается за российским сценарием, а Захид далее продолжает санкции щодо России. Что они делают? Они делают то, что они умеют. Они начинают загострелять ситуацию, чтобы, тиснувши войсками на Украину, попробовать все-таки дотиснуть и еще хоть что-то из того перелека, о котором я говорил, выторговать. Ну вот, прошлую пятницу была в Париже очередная встреча Нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. И по итогам этого заседания министр иностранных дел Российской Федерации Лавров сказал, что минские соглашения, вернее, их выполнение переносится на 2016 год. Ну, я так понимаю, что это тоже условие не особо удовлетворяет Украину, потому что Украина надеялась, ну вот, если Россия до 2015 года не выполнит свои обязательства, то, значит, будет усилен давление со стороны Запада, то есть больше санкций, другие санкции, расширение санкций. В итоге, скорее всего, этого не будет. Ну, мы точно говорить не можем, но, скорее всего, этого не будет. С другой стороны, даже вот аналитики из России утверждают, что, скорее всего, начиная с января, как только наступят настоящие морозы, ДНР, ЛНР могут пойти в наступление. Почему именно они ждут морозов? Потому что дороги, да, контролируются, там стоит УБСЕ, там здесь укрепления, ну а поля-то нет. Поля там большие, это все же степь Донецкая. Поэтому там такая ситуация сейчас, что там не особо проедешь, потому что, ну, болото, грубо говоря. Знаете, каждого раза перед закінчением какого-то погодного сезона мы очікуем, что там начнутся атаковать. Так, и каждый раз это сбывается. Ну, но это не зависит от погоды. Это зависит от политической погоды. Политическая погода в том, что для Путіна сейчас важливо показать, что он не сдался, что он готов идти до конца. И после больших невдач в Сирии, где он сподівался быть быстрым победителем, потому что рано или поздно, правда, и про летак, который, наверное, впал сам по себе, но уже все говорят про то, что там была закладена бомба. Кстати, только там, в России. Это они говорят, ну, на самом деле, справедливости ради. У нас по поводу, да, самолета, вот 220 с лишним человек погибли. Там есть несколько версий, да, что это был все же взрыв, причем он был, скорее всего, в багажном отсеке, этот взрыв. Но об этом говорят и некие данные британской разведки, которые говорил Джеймс Кэмерон, премьер-министр Великобритании. Об этом говорил и Барак Обама, президент Соединенных Штатов Америки. Интересно, что президент Путин молчит по этому поводу. То есть он взял, набрал воды в рот и молчит. Хотя нет, сегодня он сказал, что операция в Сирии показала, насколько поднялась боеготовность российской армии. Ну, результатов пока еще нема никаких, поэтому я не знаю, что так он показал. Но ему эта тема летака сейчас очень незручна по той причине, что з'ясовывается для российского общества, что, виявляясь, что россияне не находятся ни в какой-то безопасности. Адже один из мифов, который навязывался на россиян, это то, что Путин принес безопасность. И вся эта война, которую он заценивает вокруг России, она связана с тем, что россиянам нужно защищаться. А если падают громадянские летаки, то это означает, что никакой безопасности нет. И поэтому Путин и набрал в рот и молчит. Ну, давайте к этому мы вернемся. Еще покажем, что происходит вообще в Санкт-Петербурге, в аэропорту, и что вообще происходит с этими полетами в Египет, потому что там уже некая паника. Но давайте вернемся к нашим проблемам, которые касаются непосредственно войны. Дело в том, что в этой студии были разные люди, в том числе и волонтеры, очень уважаемые, которые, например, приводят некоторые примеры. Вот перед выборами спецназ, который заменил мобильные группы для борьбы с контрабандой, ушли. Ну, не сами ушли, то есть их отозвали. И граница была свободной. Что хочешь, то и делай. Контрабанда, не контрабанда, а свободна. С другой стороны, мы видим, что многие сторонники ДНР, только сторонники, те, которые агитировали за ДНР, когда только это все начиналось, вот они теперь заняли, ну, были избраны на так называемых честных выборах на Донбассе, на освобожденном уже Донбассе. Да, вот есть определенные примеры, да, там мэрами становились и так далее. Поэтому многие считают, что продолжение АТО в том виде, какой оно сейчас есть, это просто прикрытие больших заработков, да, именно на контрабанде. Потому что идет, например, на оккупированную территорию поставки топлива компании Ахметова, чего, в принципе, быть не может. Из оккупированной территории? Нет, в оккупированную территорию. У них проблемы как раз сейчас с топливом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. А там поэток. Просто вугилья взвиты? Нет, не уголь, а именно топливо, ну, бензин. Уголь, да, оттуда идет тоже. Ну, правда, где его еще брать, такой дешевый, ниоткуда. Хотя есть много других претензий. Вот, есть ли политическая воля вообще сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки? Потому что, получается, да, как бы не Россия получает то, что она хочет, да, вот, я тоже читал, например, сегодня статью Кирилла Сазона, вам, в принципе, в ваших же взглядах придерживаются, что Россия хотела навязать Украине свой мир, а Украина ее, ну, извиняюсь, кинула, ну, вот, развела как котят. Ну, цитируем классика Чечетова, да? Вот, а сдвинуть ситуацию с мертвой точки вот в такое впечатление, что нет уже желания политического, в первую очередь, или возможности. Дивите, давайте говорите предмет. Вот, если у нас есть контрабанда, например, на Одесской митнице, это означает, что это сказали, показали факты, и есть реакция. Например, то, что сейчас в Одесской митнице очоляет совсем другая человек. Так же по Криму. Вот была проблема про то, что мы говорили, что наши товары идут в Крим и звезды, и мы, по сути, поддерживаем окупованный Крим через экономику. Это ненормально. Что случилось? Громадянская блокада. Да, но это не решение государства. То есть государство закрывает на это глаза на все права нарушения? Ну, давайте говорить честно, я не верю в то, что государство, скажем так, не было поинформировано про эту громадянскую... Государство все знало, ну, просто это важно уточнить. Это гибридный ответ, но тут надо понимать, что все участники этой блокады, они все на крючке. Потому что они все, по большому счету, правонарушители. То есть они... Мы сейчас про то, что есть реакция с боку суспільства. Держави, суспільство, есть реакция. Поэтому, если мы знаем про конкретные факты контрабанды, туда, куда идут потоки, нибудь на территорию ЛНР и ДНР, на окупованой территории, то про это нужно говорить. И после этого реагировать. Потому что последним часом я таких поведомлений чувствую все меньше. Особенно после конфликта, когда погибли наши волонтеры. Поэтому мне кажется, что борьба с этим ведется, хотя бы потому, что поведомить про конкретные факты, не абстрактно, а про конкретные факты, Я же конкретный факт привел. Вот топливо от компании Ахметова туда, на оккупированный Донбасс. Отвод спецназа, который заменил мобильные группы, как раз там волонтеры, когда были убиты, это было начало сентября. Был отозван до выборов. То есть граница была беззащитной. Это говорят люди, которые неперсессивно находятся там и знают все, как это происходит. То есть это же не то, что я здесь себе это придумал. Мы можем очень много мать причин, почему там были передислокации определенных частин, но в чем вы правы, про каждый такой факт нужно заявлять, говорить. Я думаю, что доля этой контрабанды, если он так существует, в таком виде, она будет такая самая, как и по отношению до торговли с закупованным Кримом, или на Одесской митнице. До речи, буквально днями есть сейчас заявка от достаточно высоких украинских посадовцев аж до наивищего уровня, про то, что, возможно, митнице у нас очуливают иноземцы. Это будет очень интересный эксперимент, который даст возможность завести совсем новый менеджмент в митную службу. И это даёт надею, что после кадрового нового митница станет иншой. Ну, конечно, в ценно-вотповеденности также выйдут ті территории, точнее той кордон, который де-факто не контролируется Украина, и поэтому сейчас де-факто у нас кордон небесунутий. Но в связи с этим есть такая надея, что после кадрового нового нет, это сникнет. Но будь-який факт, если он действительно существует, нужно поднимать, говорить о нем, и тогда есть надея, что будет политическая воля, как вы говорите, чтобы этот факт был подолан, и подобного не повторилось. Есть просто одна небольшая загвоздка. Вот, например, выявить контрабанду на одесской таможне, это, конечно, тяжело. Но если ты специалист, там разбираешься, да, вот в этих всех бумажках, какие схемы могут быть, да, ты заходишь туда свободно, все же там нету такой опасности, и проверяешь там отчетность. Совпадает, не совпадает, куда делись деньги, ага, вот ты виноват, иди сюда. Что происходит на Востоке? Там, во-первых, есть много зоны с закрытым доступом. То есть журналисты туда не попадут. И не только журналисты, а гражданские активисты в том числе. Поэтому, естественно, просто темные черные зоны. Что там происходит, мы не знаем. Да, то есть свидетели на место говорят, что, в принципе, контрабанда продолжается. Тех, кого, вот вы сами, да, припомнили, когда были убиты. Ну, я же не имею допуска, но свидетели говорят, что давайте... Нет, допуска нету со стороны журналистов. А свидетели же есть? А свидетели, это не... Это, знаете, вот вы же сами понимаете, кто занимается контрабандой с нашей стороны? Ну, к сожалению, военный. А кому еще заниматься контрабандой? Правда? Ну, тогда тебе нужно, чтобы свидетели говорили про это публично. А, все страшно. А вот смотрите. Ну, давайте так, смотрите, ответственность за то, что мы имеем в стране, мы не наносим только владу. Мы всем наим несем за это ответственность, и випадково эта революция гидности, которая у нас отбалась, это была инициатива громадянского общества, совсем не политики, но тем больше не государства. Так вот, если мы знаем, что какие-то есть факты контрабанды, и есть свидетели, которые обуренно про них говорят, то, если они таки умные и умные, они помогают сказать конкретно с фактами, с прозвищем, и тогда это будет громадянский вчинок. А если где-то заявили, где-то слышали, что, ну, само собой, что там происходит, мы не скажем про это конкретно, потому что мы боимся, потому что мы точно не знаем, то это несерьезно. Я хочу напомнить вам, что это, в принципе, страна, где Геннадий Кернес стал еще раз, его избрали мером. Хотя его связи, например, с оплотом, ну, сложно переоценить или недооценить. Это все одна большая история. Нет, нет, это иншая история. Потому что факты возможной контрабанды это ответственность правоохранительных органов. Если такие факты выявлены, то они должны использовать этот закон, и, спираясь на свидетельство и на громадянскую мощность конкретных людей, с этим бороться. Вы имеете в виду те правоохранительные органы, которые саботируют процесс расследования расстрела Майдана, которые не способны были и тоже саботировали процесс расследования трагедии 2 мая. Это все одни и те же люди. Давайте, смотрите, серьезная дискуссия ệt следом не серьезной, потому что серьезные дискуссии ведется еще до одного вопроса, потом еще и другой, потом еще и другой. Пропаганда или несерьезная дискуссия farklı cav ruining разрушает все. Все вокруг плохие, но есть конкретные факты. Д appreciated по порядку. Первое вопрос о контрабандии. Я считаю, что если есть такие факты, гражданские действующие, которые говорят, свидетатели, что они во Comics, или наши вопросы, они должны сказать по этих фактах. И тогда по этих фактах, если правоохранительные органи не спрацюють, тоді мають бути відповідні висновки саме до тих чиновників, які куруються правоохоронні органи. Щодо Кернеса, історія інша. Кернеса обрали харків'яни, на жаль. Это их выбор. Тому, что мають робити правоохоронні органи? Не давать им возможность балотуватися? Ну, напевно, что могли бы не дать ему возможность балотуватися, якби были своёчасно проведені расследования. Такие расследования одночасно триваются сейчас. Але проводити расследования, під час кампанії его сажати в в'язнице, людина, яка, на жаль, отримає більше половини відсотків голосів в першому штурі, це, напевно, недалеко глядно. Тому ця проблема дуже складна, хоча я хочу сказати, що за підсумками місцевих виборів, ми вперше маємо в історії України той факт, коли ми не маємо регіонального поділу між різними політичними партіями, які зібрали свої голоси на виборах. Це дуже важливо. Тому що, якщо раніше у нас партії мали виразно регіональне зафарбування, то зараз немає. Зараз формується єдиний політичний простір. І, ну, більш-менш. Більш-менш. Закарпаття єдиний центр. Це очі набалу. Ні, ну, почекайте, давайте знову візьмемо ту ж саму Гарківську область. Ну, давайте. Там відродження більшинство. Але, якщо подивитись на результаті по області, то раніше в Гарківській області 90%, 95% всі голови в сільрад, вони були з партії регіонів. А зараз половина. Тобто там монополія розібрана. Ну, як половина? Більшинство відродження? Я, якщо я помню, облради. Потім і вторе місце по блоку. Це ж... Область опозиційним блоком програна. Вона втратила, вони втратили там монополії. А раніше такого нікого не було. За всі 20 років, більше, ніж 20 років української незалежності. Те саме Закарпаття. Раніше місцеві класнили, мали там абсолютну монополію. Зараз вони і втратили. Раніше опозиційний блок брав половину України. Зараз вони втратили... Партия регіонів. Ну, тому що партия регіонів, це не тільки опозиційний блок. Вони не приховують. Це і наш край, це і відродження. Опозиційний блок – це одна історія, наш край – це інша історія. Ну, знаєте, з яким експертами поговориш, так і і мнення. Але факт той, що лише опозиційний блок декларує себе як наступник і партії регіонів. Тому ми відштовхуємося від того, що вони говорять. І, відповідно, вони втратили монополію в тих регіонах, де колись вони мали абсолютну монополію на владу. А це дає надію, що ми матимемо зараз в цілому по Україні проєвропейські партії, які отримують підтримку фактично в усіх регіонах України. Це дуже великий крок вперед. Тому, маючи такі настрої громадян, очевидно, треба від них чекати, щоб ці громадяни також мали можливість виступати проти конкретних фактів корупції. І тоді, маючи ці конкретні факти корупції, треба з ними боротися. І далі вже буде відповідальність влади доводити це справа до зустріч. От ви говорите проєвропейські партії і проєвропейську власть. Такий відбував інцидент у нас. Це дипломатичний інцидент, який абсолютно нічого хорошого не говорить про українську власть в цілому, і уж точно ставить по сравнению її європейськості. Таке поняття демократії. Президент Порошенко в інтерв'ю Deutsche Welle, який вийде в середу 11 ноября, сказав, що у нас з Евросоюзом все добре, ми договорились, тому що були у Евросоюзу претензії по поводу состава комісії, який вибирає антикоррупційного прокурора. і говорили, що ми договорились, і вот Джованни Кеслер, який генеральний директор Європейського управління по боротьбі з мошенничеством, який в своє час теж занимався, він був членом другой комісії, який избирав главу Национального антикоррупційного бюро. Вот він вийде в цей состав. Інтересно, що сьогодні господин Кеслер сказав, що він об цьому знав со СМІ, тобто йому даже ніхто не званив, це перше, якби, ну, не красиво, да, і що він не собирається входити в комісію на місто Мерри Бетлер, це прокурор США, який пішов по квоту Верховній Раді. Зато він вполне готов займіть когось із квоти генпрокурора. Вот известна четверка Шокина, яка зробила недоуміння як у европейських колег, так і у українських активістів. А ви кажете, що ми йдемо в Європу. Я не знаю, куди ми йдемо. Якщо зараз? При всіх цих махінаціях. В прямому ефірі обговорюємо процес створення нових органів, які мають боротися з корупцією. І ми готові критикувати і генерального прокурора, і президента, і кого завгодно. Це означає те, що ми справді рухаємося в Європу. Єдине, що ми ще туди не дійшли. Але те, що факт такої публічної дискусії має означати одне, щоб ми не мали подібних речей, всі ці домовленості, про які ви тільки що говорили, мають бути публічними і бажано так, щоб вони були погоджені. Оце є той загальний підхід, який має тут бути. А те, що така дискусія означає, що ми стали на крок вперед порівняно з тим, що було 2-3 роки, ну це теж безсумнівно. Ну, тоді 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 малися определені питання, і була критика всі президента. Я мало собі кажу, що американські прокурори чи європейські прокурори могли впливати, критикувати владу ми могли скільки завгодно, але це нічим не закінчувалося. Це все закінчилось Майданом. Поки що вигляді так, що, знаєте, помните, була така шутка, в начало 90-х, раніше нам гадили на голову, а тепер ми відкрили рот. Ми можемо в цьому говорити, в прямому ефірі, але, к сожалению, вже давно йдуть претензії в сторону президента, його кадрової політики, а поки нічого не зміняється. А безвізовий режим, який нам вже обіцяє, то з января 2015 року, то з января 2016 року, він все далі і далі і далі. Десь там. Ви праві абсолютно, тому що ми маємо зараз найбільшу хворобу в суспільстві. Це не узурпація влади, не відсутність прозорості, бо ми бачимо, що все прозоро, а популізм, а популізм являється набагато гіршим. Популізм і не особливо все прозоро, тому що там, де, в кімнаті кнопок, де все рішається, ми теж наблюдаємо, що є, опять-таки, підковірні якісь договоренності. Є дуже конкретні, абсолютно доступні результати голосувань. Голосування, яке свідчить про те, що депутати, які стали владою, які стали в парламенті, на хвилі революції гідності, яка, одна з основних своїх задач, ставила європейську інтеграцію, потрапивши до парламенту, ці самі депутати відмовляються голосувати за ті закони, які би дали можливість нам, громадянам, отримати безвізовий режим з тою самою Європою. Чому вони так роблять? Тому що не мають відповідальності, тому що мають якісь свої дивні комплекси, тому що просто не розуміють, що таке бути відповідальним в країні, де зараз відбувається війна і потрібні реформи. Тому що безвізовий режим з Європою це не просто там якийсь закон, це цивілізаційний вибір. Це дуже важлива частина того вибору, який ми робимо зараз. І якщо депутати зараз не голосують за це, то вони не відповідають цим критеріям. І це дуже насправді, оце дуже сумне. Тому що можна ще там пробачити, скажімо так, тонкості процедури пообрання прокурорів. Це можна віднести до некомпетентності одного-двух чиновників. Але якщо більшість парламенту не здатна консолідуватися заради проєвропейських законів, то це вже набагато більш серйозно. Ну от сьогодні президент завів, що він опять буде лично говорити з руководителями фракції, спробувати їх вбіждати в тому, що це треба проголосувати. Вбіждати. Ну то есть он, я так понимаю, і до цього з ним я спілкувався. І зробив обращення до народу, кажучи, що це дуже важливий день, треба прийняти ці закони, щоб у нас була либералізація визового режиму. Втоги, ну, нічого не відбувалося. Прем'єр, президент, ми знову сядемо. Що він їм повинен таке сказати, щоб вони змінили своє мнение? От мене просто интересно. Він може робити те, що він може робити на своїй посаді. Максимум, що він їй робити, це отак от переконувати. Інших способів впливу президента на парламент немає. Ну, якби він мав, то ми б ще більше його критикували. Я думаю, що фракція буде голосувати за ті закони, які сприять візовій лібералізації. В цьому немає сумнів. Питання не фракції БПП, а питання в тому, що є фракції, які входять в більшість, які через свої якісь фантазії чи комплекси не хочуть голосувати за ці закони. І от це найгірше. Ну, так, це правда. Окей. У нас, звісно, все не дуже добре, але є країна-сосід, де все намного хуже. Я говорю про Росію. От, як ми говорили, недавно був, скорее всего, на 99% терористичний акт. Погибло більше 200 людей. Все вже прокомментирували, перші лиця США ми говорили, в Великобританні, що це, скорее всего, такий теракт, і треба робити якісь випадки. Путин молчав. Однак на дніх він підписав указ, який запрещає сообщення з Єгиптом. Ну, представьте, це при тому, що по данному російських властей, в самому Єгипеті находиться от 45 до 80 тисяч росіян. Туристів тільки. Ну, я навіть не ожидав, що так любят Єгипет. Ну, сам факт. Ну, давайте посмотрим сюжет «Ради свобода», который был снят на днях в аеропорту Санкт-Петербурга Пулково. Вот що там происходит. У входу в аеропорт Пулково по-прежнему цвети, игрушки, напоминаючи о недавній трагедії. Люди останавливаются, смотрят. Але це тільки здесь. Внутри аеропорт живет прежней жизнью. Люди прилетають, улетають. Они, естественно, не отменяють свої делові встречи, поїздки, не отменяють і відпуска. Летають і в той же самій Єгипет. Уважаючи, чому це не практично? Итак, люди приезжають в аеропорт, надеясь улететь в Єгипет. Или за несколько часов до своего приезда, или прямо здесь. Они понимают, что вылет невозможен. Туроператоры просят их проставити штамп на их ваучерах, для того, чтобы потом вернуть деньги за билеты, или перенаправити їх куда-нибудь в другое место. Но будет ли это, получат ли они свои деньги, люди в этом не уверены ни одной минуте. Когда мы брали путевки, мы брали горящую, это было вечером. Что нас не предупредили. Честно, мы не знали об этой ситуации. Нам никто об этом не сказал. И вы брали путевку когда? Ну, это было вечером. Ну, во сколько? Вчера? Нет. Ну, да, получается, вчера, да, по времени. Ну, 4-5 вечера. Нам даже не страшно, что есть такая возможность, что мы вообще никуда не улетим. Вот в чем дело. Вам продали путевку, уже зная, что ли нет. Ну, по-моему, получается, что да. Рейсы отменять. Ну, по крайней мере, разговоры уже шли о том, что, как бы, да, непонятно, что там, возможно, приостановят. Точно не было же еще информации. Где-то после 6-ти появилась она. А, как бы, так слухи-то шли, и они все равно продавали билеты. Как-то, то есть... Ну, вот, самое обидное, нам бы просто сказали бы, что есть там путевка, ну, в другую страну, да без проблем полетели бы. Ну, вот... Не знаю, сказали, не летим, и все. Вы расстроены? Доехать, в принципе. Ну, вы... Суббанер. Ну, вы ожидали уже? Да, конечно. Вчера еще позвонила девушка и сказала, надо прийти. Объезды, я не понял, для чего, правда. Просто сказала, надо, надо быть, и все. Ну, отпуск не сгорит. Плохо прошел. Не боитесь лететь? Живем один раз, правильно? Судьба, судьба, да. Да, у меня какое-то предчувствие такое было. Я вообще из другого города. Шесть часов поезд был, а в пять сказали. Вот в пять пятнадцать мне надо было из дома выходить. И вы все-таки вышли... Ну, поехала, потому что я же не знала, с какого-то отменили. А потом уже поезд и ехала, но мне уж там, конечно, уже написали, что да. У вас, то есть, все планы на отпуск порушены, да? Ну, мне теперь главное, чтобы деньги не потерять. Вообще создается такое ощущение, что несмотря на очень близкую трагедию, случившуюся с самолетом, несмотря на эту катастрофу, люди не чувствуют повышенного внимания к себе, которое, казалось бы, должно быть, по крайней мере, сейчас на этом фоне. Люди не чувствуют, что им стараются вовремя дать информацию. Наоборот, турфирмы ухитряются продавать им горящие туры прямо накануне вылета, который, как известно, не состоится. Татьяна Больская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Вот такая печальная ситуация в аэропортах, по крайней мере, Санкт-Петербурга. Но это не единственное, что... Там, где немає прозорого обговорения, то, что происходит у влади, как и в Украине, и немає поваги до прав, в данном разе, споживачів, то это неминучий результат. К сожалению, да. Но, как вы считаете, вот у нас просто минутка осталась, вот операция в Сирии на фоне происходящего с вот этими всеми полетами в Египет, этот вискриз, она будет, она уже займет какое-то второе место, или Путин будет все равно продолжать мусировать эту тему? В такие висковые операции, как в Сирии, легко ввязаться, тяжело выйти. Если мы уявим, что Россия завтра выйдет из Сирии, она получит геополитическую поразку, потому что в Сирии ситуация залишится та самая, больше того, ИГИЛ и опозиция могут отримать новые перемоги, а Россия втекла, виходить. Тому я не думаю, что Россия очень быстро выйдет из Сирии, но то, что для нее вопрос сейчас будет сложным, потому что оно идеологично сейчас совсем инже, ранее Россия была переможцем, она говорила своим гражданам, что мы переможно ведем в войну, то сейчас после катастрофы литая и без отсутствия видимых перемог у Сирии война будет сложнее. В принципе, если честно, мы все это предупреждали, мы говорили, что Россия, если ввяжется в Сирию, то это будет другой Афганистан. Говорили мы. Ну, оно все и до того идет. Хуже, потому что во время войны в Афганистане погибло, к сожалению, тысячи солдат, а здесь первые жертвы этой войны оказалось больше 200 гражданских, причем не в Сирии, а в Египте, которые возвращались с отпуска домой. Это уже вот такой гибридный ответ на гибридную войну. Спасибо Сергею Тарану за эту беседу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин